Информатор ФБР? Первое разобью я ебало, а потом гробну. Друзья ютуберы, привет! Да, я немножко пропал, но про вас я не забывал. В любом случае, контент сделан. Да, конечно, это не такое качество, как я обещал. Но со всем учетом всего пиздеца, который творится в каждом уголке всего этого мира, я считаю, что именно этот выпуск выйдет намного лучше, чем мои предыдущие. Хотя и не того классного качества, как я планировал. Так что, приятного просмотра. Это Клан Сопрано, четвертый сезон, пятая серия. Тони заявляется вместе с друзьями в клуб Кадриани, которая боится, что он узнает о том, что она работает на ФБР и ей будет пиздец. И она старается не выдавать свое нервное состояние, и одновременно, хотя бы чуть-чуть, собирает информацию, чисто из-за того, что она любопытная жопа. Нет, нет! Да он, похоже, не понял. Мне что, повторить? Врежь еще разу. Нет, нет! Но любопытная не только она, а ФБРовцы, которые сначала вытаскивают ее из салона красоты в кафешку. Хотите латте? Булочку? Говна! А потом, когда она ждет свое угощение, которое ей принесут, также говорят, что теперь она будет работать с другой бабой, которую она не может никак запомнить, как ее зовут. А в это время сестра Тони наблюдает, как к Бобби приходит рыжая шалава, которая начинает к нему клеиться. И она, скорее всего, начинает уже ее ревновать, и приходит разобраться. Оу! Курица, Бобби! Просто разогрей! Поставишь в духовку на 180, на 20 минут, и если захочешь яичные лапши, курица! И мягко намекнув на то, что рыжих в этом доме не любят, она начинает заниматься разной херней, забывая, что она, в принципе, сама по себе готовить не умеет, и несет разную херню, главное, чтобы Бобби схавал. Но это то же самое сказать не может, как бы, сам Тони, своей жене, которая просит у него деньги. Но он говорит, что, как бы, деньги он уже давал, и больше денег он дать не может. Испомнив про деньги, он не может заснуть, и в итоге выходит, чтобы посмотреть на своих любимых. Но проспаться ему так же не дают, потому что евреи и его друзья зовут его на ипподром, чтобы делать ставки и заниматься разной херней. Сестра Тони приезжает к своему дяде Джуниору, у которого гостит Нед Фландерс из сериала «Симпсон». Старый знакомый Тони по финансовым делам говорит, что кузен, который посоветовал ему одну ситуацию со страхованием жизни, это, конечно, прикольная тема, но полная херня, потому что бонус, который получит даже не Тони, а его жена, и того после смерти самого Тони. Так что вариант, конечно, действующий, но по отношению к Тони полное говно. И так как Тони любит пирожки, и не только, которые едят, он решает поставить деньги на самую убитую лошадь по имени Пирожок, которая именно сегодня решила выебнуться и прийти первым местом. Ральфи на состоянии повыебываться, решает, что это какой-то знак, и решает покупать эту лошадь или нет, но он уже ее купил. Сестра Тони забыла опять, для чего она пришла в гости, а Пирожок приходит снова, номер один. Ральфи решает немножко подкинуть своему боссу, но Тони показывает намеком, что Ральфи говно, а он босс, и значит, деньги ему нужнее. У Криси вечер проходит в своей обстановке. Переживаю, что ты так поздно. Кристофер, я тут подумала, может, переедем куда-нибудь? Кристофер, я про то, что мы молоды, у нас вся жизнь впереди. Ты, в конце концов, можешь попасть в тюрьму. Кристофер, там так симпатично. И снега не бывает. У тебя масло горит. Давай честно. Я по телевизору смотрела про дом в Санта-Барбаре. Ты бы видел, какие там цветы, океан. Кристофер, я за тебя переживаю, вот и все. Какое у нас тут будущее, Кристофер? Че, блять, за негативная херня? Перестань. Кристофер, тебя могут заказать, а ты не узнаешь. Кто? Не знаю. Да че это, блять, за херня? Ты где такого набралась? Кристофер, хуйню какую-то несешь. Я так тебя люблю. Или вообще что-нибудь ужасное. Так как все мафиози знают, что за ними следит ФБР, они решают собираться именно в клубе у Адрианы. На нервяках она уже хочет сорваться, но старается промолчать, когда ее спрашивают, не видела ли она такого человека, которого она видела, когда его пиздили на стуле. Ральфи рассказывает Тони, что все-таки купил эту лошадь, чтобы делать на ней деньги. Но в этот же вечер ему позвонили и сказали, что его лошадь заболела и может умереть. Нужны деньги, нужны лекарства и деньги на лекарства. Но Ральфи показывает, что ему глубоко похуй на эту лошадь. И вторым номером, который был в контактах, решает позвонить Тони, который показывает, что он хоть и сам по себе из мафии, но он в первую очередь человек. Приезжая помочь лошади, которая даже не является его собственностью, он еще раз доказывает, что Ральфи гондон. Ральфи гондон.